Я не знаю, что такое увлекан сегодня. Вообще, говоря о том, что такое увлекан, наверное, здесь мало подходит слово «село», потому что здесь «село» всегда у нас представляется, что связано всегда с тем, что основой жизни является сельское хозяйство. А в увлекании сельское хозяйство, я не могу сказать, что абсолютно не имеет значения. Естественно, есть там у каждого небольшой огородик, где для себя там что-то немножко вращается. Но я не скажу, что это именно сельская жизнь. У нас, наверное, только железная дорога, она и прародительница нашего населённого пункта, и она же и продолжательница, и сохранительница сейчас. Ну, увлекан — это посёлок, железнодорожная станция, основан он был в 1910 году при строительстве головного участка Амурской железной дороги. Основан он изначально был как разъезд. Само название уходит в корни манджурского и милингийского языка. Есть несколько, я встречала, переводов, да, этого названия ульякан. Ну, в любом случае, оно связано с генеральным источником, который находится в семи километрах от ульякана. Местные жители уверены, что это живая вода, да, всё-таки, и привыкли называть ульякан «живая вода». Ну, хотя есть и такие точки зрения, что это кислая вода, чистая вода. Ну, по крайней мере, так. Вот опонимика связана с тем. Интересно то, что в найденных за 1914 год документах в архиве Забагарского края в письме Ивана Ивановича Довынина, это основателя курорта, Ульякан называл он свой, не Ульякан, а Улейкан. Ну, и здесь немножко, как он выглядит Ульякан сейчас везде. В 1930-е годы, при встрече вторых путей, разъезд Ульякан был приобретен в станцию, много приехало сюда людей, завербованных с Запада для работы, и в лесопроходе, который там уже был организован, и на железной дороге, и в проведении этих вторых путей. Также в 1930-е годы, в конце даже 1920-1928 примерно, приписывают, что разъездован был лесопроход, который действовал даже в годы войны, трудились здесь женщины, по-программе оставались мужчины работать на железной дороге. Ну, по понятным причинам, почему железная дорога необходима была всегда, тем более в годы войны. Вот, вы видите, сейчас так выглядят ворота в лагерь, детский отдалительный лагерь. А вот в 1951 году на территории источника был открыт Дом отдыха. Наверное, все об этом знаете, и многие там бывали. Дом отдыха для работников железнодорожного транспорта, да и не только. Директором стал Филипп Фадеевич Краснов. Вот здесь фотографии Краснов. В 70-е годы, там уже снова, в конце 70-х годов, и стал действием Дом отдыха, появился Тернический отдых. Первое образовательное учреждение появляется в 30-е годы, так как основной, основой тогда был социальный заказ, это ликвидация неграмотности также, и у нас это все. И здесь появилось образовательное учреждение. Ну, здесь вот немножко, мы можем видеть здесь, с лесозакодительного участка. Фотография у нас, это уже 60-х годов фотография. Вот здесь посмотрите, в сравнении вот этого фотографии передал Владимир Панченко, это брат Веры Иосифовны Панченко. Сегодня я услышала немножко здесь, а как вы узнали, да, о Вере Панченко? Ну, я сегодня еще чуть-чуть немножко о ней расскажу, как с ней связь, да, держится. А вот это фотография уже 2014 года. В сравнении, хотела вам представить. Памятник у нас установлен в честь земляков, которые погибли в Великой Отечественной войне. И стала традицией приходить к этому памятнику не только, именно 9 мая, да, свадьбы, приезжают сюда на свадьбу, делают фотографию на память, линейки, 1 сентября, последний звонок, торжественные линейки. В свое время в Великане работал детский сад, почта, радиоузел, билетная касса, администрация сельского поселения, которая недавно перекочевала в Улю, и мы практически остались без, так скажем, команд, доводя, да, сверху, чтобы нас не доправлял, чтобы там оповещал о чем-то. Мы, то есть, живем практически сами по себе. Что осталось, я попрошу вернуться немножко еще на слайд вперед. Что осталось здесь? Школа. Вот я хочу сказать о школе так, что это единственное, я не скажу, что вообще прям единственное, а в том плане, что оно самое, такое учреждение, которое является культурным. Здесь работает 20, практически, вот представьте, 20 кружков для детей, да, в школе, потому что это, я считаю, что это единственный культурный центр на селе, который не только детям, но и все праздники проводятся для населения. То есть, здесь секции, военно-спортивный клуб в том году открылся, в этом году, к сожалению, до последнего, вчера надеялись, что приедет в фольклорный аксамбль, представлять здесь уликам, но не получилось, с выездом так, живем мы далеко, сейчас зима, вот так вот, холодно. Ну, почему же все-таки школа держится? Это не просто здание одно, а здесь, это целый комплекс зданий и сооружений. Построен трехэтажный интернат. Сама школа двухэтажная. Ну, интернат, как вы знаете, да, здесь учатся с прежнежащих станций, от Гусулея и до Кислого Ключа. Ну, там, не совсем танцы, ну, вот такой вот размах, так скажем. Благодаря жизни с дороги, она здесь и функционирует, и продолжает развиваться. В этом году оборудована хоккейная коробка в уреканах для детей, спортивная площадка оборудована. И, наверное, спасибо огромное, железная дорога. Так как она дает и рабочие места для населения, и все-таки нашим детям образование и должное, наверное, развитие разносторонние. Здесь немножко фотографий по временам года, осень. Здесь, вы видите, как раз, вот оно здание, спортзал мы видим и трехэтажное здание интерната. Это мост, который в 2012 году унесло с навальнением на вид на восточную сторону поселка. Весна, это улица Гагарина с овечкой, Черема Хатцинцова. Наша гордость и Бургальская красота. И, готовясь к этому проекту, я выделила все-таки увлеками «Семь чудес». Хочу их представить. Это наш памятник, который единственная такая вот из достопримечательностей. Памятник, его называют еще в народе Алеша. Это водонапорная башня, которая здесь с основания располагается, с основания улика школа, образовательные учреждения. Это железная дорога сама, которая дает рабочие места мужчинам. И учреждения, которые действуют, действовали когда-то благодаря ей. Вот это удивительно, я хотела немножко рассказать. Крест у нас на... Кто был увлекатель? Весь? Кто? Только совсем мало, да? Приезжайте. Вы или все? Ну вот на горе стоит крест, все забудутся откуда, для чего он здесь стоит. Оказывается, еще... У меня есть фотография, но она в музее, не привезла я сюда. 50-х годов, сделанная как раз на этом месте. Вот у нас стоял еще другой крест, тот уже не сохранился. Женщины сюда, бабушки, приходили и молились. Благодарили Господа или просили Его о чем-либо. Не было у нас только никогда. Видимо, вот так вот они ходили, что ли, сюда, грязь. Поклонный крест. Да? Вот. Поэтому там вот на фотографии видна икона тут стоит, у креста, и они там с ведрами, потому что это фотография, сделанная 12-го 12-го июля, да, помню, там что-то какое-то они водоносили, просили, потому что мне как объяснили, когда рассказывали про эту фотографию, объяснили, что засуха была в туалете сильная. Они туда несли воду и просили дождя. 2-го июля, 9-я пятница, после Липарсты, сейчас 9-я пятница, когда будет после Ну вот, видимо, да. Еще одно чудо, это наш минеральный источник, ну и седьмое чудо мне выделило людей, которые там живут, людей, которые с оптимизмом смотрят свое будущее. И все-таки это будущее мы для себя создаем сами. Я так скажу. Ну вот, они 7 чудес в 10 люди. Это презентация сейчас Ясников Артем, он же ученик нашей Великанской школы. У нас вообще очень много связи с душевеем. не зря распоставили все-таки вместе представлять свои села поэт песни о реке. И у нас это, наверное, тоже одна из важных красот Великанской И меня бегать за крутые берега в те поля мои поля красот и леса и леса и леса леса ты неси ты неси меня и так в дом родные мне места где живет моя рыб красава и леса и леса и леса и леса и леса Тебе ждет меня за туманом огонек, Как же он еще дает, ой, дает. Ты мне ветер, помоги мне, Я не сточу в жизни. Знаю, ждет меня моя краса, Проглетела в глазах, Как ручка темная, Как речка быстрая, Как одинокая луна На небе ждет меня она. Ты неси меня река, Как внутренние берега, Ты неси меня река, Как внутренние берега, Как албыю глаза, Как каношка темная, Как речка быстрая, Как одинокая луна, на небе ждет меня рад. Как одинокая луна. Как одинокая луна, на небе ждет меня рад. Как одинокая луна, на небе ждет меня рад. Как одинокая луна, на небе ждет меня рад. Здесь народ живет степенный, с сердцем добрым знаменим, и огонь. Винит Лена, в каждом домике. Говоря о том, какие у нас живут люди замечательные, я не стану рассказывать. Приезжайте, вы видите, приглашаю себя в гости. Я хочу лишь рассказать о Вере Иосифовне Панченко. Это знаменитый в Латвии сейчас поэт, переводчик, общественный деятель, автор премии «Признание». Она же активный двигатель поэтической молодежи в Латвии. И очень даже знаменитый человек. Она, как ее назвали в одной из газет, она в одной из статей газеты. Локомотив, который движет всю русскую литературу в Латвии. А мы знаем, да, в Латвии, какое отношение к России, да, в современном. Я хочу представить... Я Вера Панченко. Запись сделана для увлеканских слушателей и, в частности, для Юли Чуковой. Мое имя. Поребячий доверчивый. Я должна быть, наверное, Коль домашние вечи Дала имя мне Вера. Это было весною В сопках пламень богорный Под горячей сосною Голубели ургуи И доверчиво громко Плыли посвисты с неба Над белеющей кромкой Залежалого снега. То и весной, как и этой Вместе с солнышком сочным Вера в доброе лето Грела каждый листочек Не могу стать иною Верю полною меры Ведь однажды весною Дали имя мне Вера Полустанок Уликан, уликан Думать не перестану Как земля велика И как мал полустанок Вдалеке, вдалеке Ехать надо неделю Он зажат в кулаке У хребтов беспредельных Поезда, не успев На него кинуть взора По тайге нараспев Шлют привет семафорам Там, за лысой горой На широком распадке Синокосной порой Солнце жгло мне лопатки В направлении гольцов Уходя с позаранку Мы носили с отцом Золотистую дранку С горизонтов любых Дом увидится крупно Где начало судьбы Так светло и так трудно По ночам снится мне Верняковый кустарник Как велик на земле Небольшой полустанок И такие слова Стержень души Сама Горя Осипова Родилась в душилее А детство свое провела Великан Ну и К вопросу о том Как вышли на пресс с ней Брат ее Владимир Панченко Проживает в Чите Приезжает часто он в Илюн В Алиакан заезжает Ну и как раз Посредством его Постепенно Пришло общение С самой Верой Иосифовной Позже уже Пообщавшись Я сказала то что У вас все таки Кровеческая работа В районе Вообще ведется Очень неплохо И она связалась С Владимиром Анатольевичем Ну а вообще Хочу сказать Рада сотрудничать Со всеми Кровеческами Нашего района И мне хочется И продолжать Эту кровеческую работу Спасибо за внимание А сейчас Напоследок На прощание Песенка Мы ждем перемен Как и все Это мы В следующем случае Хочу сказать Что у Натальи Наидевны Директора Музыка Шевецкая Сегодня День рождения Сын И Артем Работает С художественными И он дарит Эту песню Для своей мамы Для всех мам День и матери У нас столько случаев Ск Miles Музыка Тит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok